запись пошла я смотрю в камеру слайды презентации вот сделана презентация слайды презентации автоматически вставляются видео слайды презентации можно передвигать на прям на них сверху можно рисовать можно вот так вот двигать объекты вот презентация на автоматически вставляется видео и можно управлять мы на ней можно двигать и на них прям можно рисовать все что мы дорисовали на предыдущем слайде но остается в следующем слайде вот она следующий слайд да следующий слайд можно так включить это сенсорное стекло и записать видеокурс и использовать либо использовать такую доску вместо флипчарта то есть это выведено изображение что водится на эти два монитора можно их вывести на экраны и в онлайн трансляцию но это надо с ней тренироваться я не понимаю что сейчас учиться мне учиться мне чтобы это было прям так чтобы мы это могли использовать это тоже определенное время если вы хотите реально как-то двигаться это уже используют это уже приобретают институты это уже используют там приходят преподаватели которым по 60 лет они за 30 минут но очень научились на ней это использовали я просто говорю как если вы хотите как-то двигаться то это двигаться может так вы берете тренируетесь с ромой институте с мысловиками показывает что это работает но работает delete не то что стрелочку можно можно вот загонил я понимаешь можно и проекции пленки обратно проекции мы смотрели рассматривали голограмы мы смотрели рассматривались это виделся и VR я смотрел и разные состояние технологии его изучали то есть это не то чтобы знаете ухты да эта технология прикольно сенсорно прикольно но чтобы это был готов и продукт нужно это оттренировывать тренировывать, режиссировать, сценарировать, понимаешь, да? Надо понять, имеет ли это ценность. Здесь экономия идет за счет монтажа, потому что он не требуется. Он сокращается гораздо, потому что слайды автоматически вставляются в видео. Просто нужно подготовить хорошую презентацию. И плюс не требуется оператор, потому что система под ключ. Тут дело не в экономиках, понимаешь, в нашем смысле. Нам не нужна экономия. Если эта тема и нужна, то она нужна для вау-эффекта. А чтобы был вау-эффект, надо это режиссировать и репетировать. Я понимаю, ну скажите, что, типа, вот крутой продукт, давайте попробуем его использовать. Так. Запишем вебинар, проведем, запишем видеоурок. Мне надо в это погружаться. У вас же есть БМ-инстуд, есть мусловики, давайте я с ними погружусь. Ну, ты погружайся с ними, поговори с ними. Если они скажут, это не нужно. Ну, блин, я не могу им навязывать это. То, что вы показываете, вы показываете потенциал, ну, определенные возможности. Молодцы, что сделали классную, прикольную технологию. Но она сырая пока. Потому что, ну, чтобы мне сейчас произвести вау-эффект у аудитории, мне надо репетировать. Мне надо понимать, какую гифку, какую презу, как. А то, что там затраты, там, 20 тысяч на каком-то операторе и так далее, мне вообще это не важно. У меня не этот вопрос передо мной стоит. Просто я не тот клиент, понимаешь, да? Передо мной стоит вопрос, это вау-эффекты для аудитории. Чтобы это был вау-эффект. Космическая прям презентация какая-то. Это не космическая, да. Сейчас ничего космического тут нет. Здесь у нас стрелочки. И если бы была ваша проблема, ребят, не моя. Согласен. Ну, это же лучше, чем просто на флипчан, чтобы проверить, к чему лучше-то. Мы делаем презы. Мы делаем презы, мы их анимируем. Мы просто щелкаем вот так слайдывается и пишем. Все. Ребята, у вас это вау-эффект. Если он вау, он должен быть реально вау. Ну, мы работаем над этим. Я понимаю. Сказать, что еще вот есть. Я понимаю. Я говорю, вот интерфейс мне здесь не нужен, например. Потому что здесь у меня будет интерфейс, то нахер мне нужен интерфейс для клиента. Понимаешь? Окей. Он будет понимать, что это сырая хрень. В чем кайф-то? Вот, кстати, можно два слайда оставлять. Их можно спролить и прямо на них что-то выделять, рисовать. Какие-то моменты. Посмотри. Если я начинаю думать в эту сторону. Вот разборы сайтов классно делать, да? Да. Рисовать на сайтах. Да. Класс? Класс. Спору нет. Реально. Можно найти применение этой штуки. Просто надо этим заниматься. Как только найдется группа или команда, мы вот этих смысловиков подбираем, которые овладеют этой штукой и под это могут творить смыслы. Я скажу тебе, огонь вообще. Супер. Давай теперь дальше это производить. Чтобы наша команда пользовалась этим, ты должен сделать так, чтобы мы дотащили до флажок, где говорит, ух ты, вот это круто. Иначе мне это не нужно. Хорошо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...